Добрый день, дорогие друзья, приятели, коллеги. Короткое и в то же время очень полезное видео по просьбе одного моего подписчика. Он задал мне вопрос, как я очищаю напильники. Инструмент очень востребованный и практически всегда, что бы я ни делал, везде участвует напильник в той или иной мере. Ну так вот, естественно, их нужно очищать рано или поздно, эти напильники забиваются насечка и приходится что-то с этим делать. Сейчас покажу, как это делаю я. Имеются два напильника, один интенсивно работал по дереву, второй и по дереву и по алюминию. Для быстрой и в то же время эффективной очистки потребуется не что иное, как обыкновенный скотч. Можно, между прочим, и провести ряд экспериментов. В некоторых случаях гораздо удобнее использовать бумажный скотч. Наклеили и хорошенечко его приклеиваем. Вполне успешно этот метод работает и по отношению к надфилям. Сей инструмент активно работал по стали. Алмазный собрат. Принимавший активное участие в обработке латунной детали. Аналогичным образом. Вся грязь остается на скотче. От латуни практически и след простыл. А что делать, если дыть, стрын, дыть, капец, шо делать, спасите. То есть напильник в абсолютно неработоспособном состоянии. Работал им и по олову, по припою, по алюминию, по меди, по латуни, по всему. Видите, к чему привело мое такое отношение к инструменту. Выход есть, естественно. Нам понадобится емкость с маслом. Масло может быть абсолютно любое. В моем случае это обыкновенное кухонное масло подсолнуха. Понадобится стальная щетка. Понадобится горелка. Для удобства зажмем подопытного в тиски. Разогреваем все это дело горелкой. И щеткой смоченной в масле удаляем все загрязнения. Продолжение следует... Запах жареного масла не придаваем. Сразу же возникает ассоциация с жареной картошкой. Итак, смотрим результат. Очистка прошла успешно. До очистки. До очистки. До очистки. Очищено. Не стоит бояться, что вы нарушите закалку инструмента. Для того, чтобы нарушить закалку, стоит разогреть инструмент вплоть до красного-красного цвета. Пишите свое мнение в комментариях. Жму руку. Но пасаран. Пока. Между прочим, раньше, доведя напильник до такого состояния, я его попросту выбрасывал. Вот такой я был. Несмышленый молодой человек. Отныне я напильники не выбрасываю.